всем привет друзья наверняка у многих точно так же как у меня со временем накапливается вот такой вот арсенал рыболовных снастей и соответственно возникает вопрос как же это все дело хранить один из моих друзей с такого положения вышел довольно легко он просто прикрепил крючки к стене и вот таким вот образом развесил все свои удочки из пидельги мне к сожалению такой вариант не подходит поэтому нашел несколько досточек деревянных и сейчас буду делать себе стоечку для всех вот этих вот рыболовных принадлежностей делать буду стоечку по принципу магазинных то есть две боковинки тут у меня пойдет перекладина верхняя с вырезами и нижняя перекладина вырезы будут в обратную сторону дальше будет еще одна досточка чуть-чуть наискосок ну и чтобы видео не было сильно долгим весь процесс изготовления показывать не буду буду показывать только конечный результат вот что-то такое у меня должно будет получиться взял вот такую сорок восьмую коронку одну из дощечек разметил по центру и теперь мне надо засверлить отверстие это и будет крепление для удилищ отверстие буду сверлить столько сколько мне нужно ну запасом еще может пары после того как деревяшки высверлил отверстие ее нужно распилить вот так вот повдоль это и будет у нас крепежка для самих удилищ ну и вот для вот таких вот заготовочки у меня получилось собираем дальше теперь с помощью наждачной бумаги нужно скруглить вот эти вот все уголки острые загладить досточки сами все скруглил и обработал здесь вот немного скололся сучок но это ничего страшного спрячем вниз не будет видно располагаться вот эти заготовки будут верхние выемками наружу на стоечке нижние выемками вовнутрь вот где то вот так вот они будут стоять также мне потребуется еще одна дощечка такой же ширины и нужно будет ее обрезать в эту же длину это будет самая нижняя полочка которая будет располагаться чуть-чуть в наклонах ее также нужно зачистить и обработать теперь можно приступать к изготовлению боковых стенок взял самую свою короткую удочку и прикидываю чтоб она у меня сюда вставала то есть получается высота боковых стенок должна быть чуть меньше чем самое у вас коротенькое удилище или спиннинг чтобы он тоже мог сюда вмещаться вот как раз у меня попало сделать таких вот досточки это и будут боковые стенки чтобы стоечка была более устойчивой сразу же сделал две вот таких вот ножки новые боковинки так вот уже у меня будет выглядеть вниз ну и общая высота стоечки у меня получится 60 с половиной сантиметров это я как уже показывал мерил по самой короткой удочки чтобы стоечка выглядела более красиво верхней части спилю вот так вот немного уголки тем самым конструкция облегчится и будет выглядеть поаккуратнее все детали практически готовы остается все это собрать в одно целое чуть не забыл на заднюю стенку чтобы конструкция была более устойчивой потребуется еще одна досточка ее длина должна быть на две толщины вот этих вот боковинах больше чем средняя вот это вот промежуточная перемычка сейчас отпилю и начнем собирать собирать и это все дело буду при помощи обычных мебельных уголков и саморезов и так перед сборкой давайте пробежимся по заготовкам что у меня получилось сделал две таких вот боковин очки сделал и вот таких вот крепежки для спиннингов сделал две ножки сделал заднюю поперечину для большей устойчивости вот это вот у меня будет нижняя полочка она будет вот так вот стоять под 45 градусов не будет упираться ножки спиннингов и фиксироваться теперь это все можно собирать в одно целое перед тем как вкручивать саморезы обязательно нужно засверлить отверстие чтобы вот эти вот тоненькие пляшечки не раскололись внутренней стороны размечают центр боковинок дальнейшем будет крепиться к центру одна вот так вот штуковина с запилами вторая в противоположную сторону поперечинка также будет крепиться ближе к низу под 45 градусов тоже вот так вот по центру а сейчас друзья давайте я наверное все соберу в одно целое чтобы вас не утруждать там этими сверлениями и скруткой саморезов и покажу уже конечный результат что у меня получилось сперва при помощи четырех уголков и четырех саморезов закрепил нижнюю поперечину то есть как я и говорил она вот так вот идет наклон я здесь сделал не 45 градусов а градусов 30 этого будет достаточно затем также на уголки крепим досточку пропилами к лицевой части гладкой стороной выпил вот эти вот должны идти вовнутрь между вот этими досточками отступил расстояние 9 сантиметров от верха здесь будет крепиться 2 вот такая же тут тоже отступил 9 сантиметров следующую будем крепить с внутренней стороны также вот отступив я замечал и вот так вот она будет выглядеть вот уже что получается примеряю все встает отлично ровно теперь чтобы эта конструкция была более устойчива мне нужно прикрутить вот сюда вот заднюю стенку и соответственно ее можно будет использовать как ручку если переносить эту стоечку там с места на место обратите внимание заднюю стеночку я кручу доска в доску тут обязательно надо просверливать перед тем как закручивать саморезы чтобы не расколоть вот эти вот палочки стойка практически готова осталось прикрутить боковинки ножки и покрыть ее лаком боковые ножки также прикручу доска в доску при помощи самореза что с одной что другой стороны моя стоечка под спиннинги практически готова теперь смело можно покрывать ее лаком как-нибудь сильно мне красота не нужна взял кусок поролона смыкаю и пропитываю вам и хорошо все пропитать чтобы потом дерево не чернило подсвежился деревяшки покрыл все это дело лаком сейчас все высохнет и можно будет расставлять спиннинги удочки и другие рыболовные прибамбасы в нее будет входить 11 удочек или спиннингов и так лак подстыл давайте теперь посмотрим как эта конструкция будет выглядеть рабочем состоянии красота друзья прям как в магазине на выставке если допустим она мешается спокойно взяли и понесли в любую сторону ничего никуда не упадет все держится отлично давно хотел себе сделать вот такую вот стоечку под удилища для хранения зимой но все никак руки не доходили вот сегодня выбрался день и занялся ушло у меня на все изготовление где-то около трех часов в принципе как вы видели тут ничего сложного нету все это можно сделать даже с помощью обычной ножовки то есть никакие спец инструменты здесь не нужны хотя я ими пользовался ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр надеюсь что оно было для кого-то полезным всем пока и до новых видео до новых встреч всем удачи